Рост пособия Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 июля возрастет пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Сейчас семьи с детьми с ограниченными возможностями получают 5,5 тысяч рублей. С 1 июля сумма станет равна 10 тысячам. Сами решим В Госдуму был внесен на рассмотрение очередной законопроект, касающийся запретов на продажу алкоголя. Представители одной из областей предлагают разрешить регионам России устанавливать дополнительные запреты на продажу алкоголя. Кроме временного ограничения, муниципалитеты смогут запрещать, например, продажу алкоголя в магазинах, расположенных в домах. При этом летом в Госдуме будет рассмотрен вопрос о том, чтобы алкоголь и сигареты продавали только в отдельно стоящих магазинах. Передай другому Депутат Госдумы Елена Яровая предлагает запретить управляющим компаниям, ТОСам и ТСЖ передавать долги по оплате услуг ЖКХ коллекторам. Для этого существуют судебные приставы. Министерство России и Федеральная служба судебных приставов поддерживают предложение депутата. Край поможет Как сообщает Министерство здравоохранения, в крае у нескольких детей был выявлен рак головного мозга на ранних стадиях. Развитие рака можно остановить при помощи специального лечения, но оно дорого стоит и не входит в бесплатную услугу ОМС. Губернатор Максим Решетников дал поручение региональным министерству финансов и министерству здравоохранения подготовить проект постановления о направлении из резервного фонда средств на лечение детей с онкозаболеваниями. Планируется выделить 15 миллионов рублей. Знай наших В Перми проходило первенство Пермского края по боксу. В нем принимали участие спортсмены 2001-2002 годов рождения. Целькамец Владислав Белкин провел три боя и стал победителем. Сейчас он готовится к первенству Приволжского федерального округа. Продолжение следует...